Всем привет, с вами Игорь. Сегодня вот такой вот будет красивый солнечный день. Вот сейчас только солнце всходит. 9 часов 30 минут, полдесятого. Вот, и как раз оно светит на мой массивчик. У меня юго-восточное направление. Мороз больше 20 градусов был ночью. Вот, вчера я их почистил, панельки. И солнце, такой мороз сейчас, что солнце даже не может растопить оставшийся снег. То есть панель практически не нагревается. Видите, снег остался. Ветра при этом нет, солнце на них светит, но снег лежит. Вот такой вот сильный мороз. Ну, я же говорю, больше 20 градусов было ночью. Так, сейчас пойдем посмотрим на коллектор. Вот, мы возле коллектора. В таком вот он состоянии сейчас, видите, покрытый весь инием. И солнце только-только начинает на него поворачиваться. Это у меня юго-западное направление. Вот, пойдем сейчас посмотрим, сколько панельки выдают. Так, вот мы возле моего контроллера солнечной электростанции. И сейчас у меня по ваттметру, сейчас я переключусь на более удобный режим. О, аж 250 вольт и 1037 ватт. Это уже пол десятого у меня больше киловатта. Хотя, если бы был более правильный угол, то было бы даже больше. Вот, как-то так. Ну, буду включаться периодически на протяжении дня. Маленькими такими отрывочками, как это все будет работать целый день. Солнечный коллектор, солнечные панельки. Вот, как-то так. Ладненько, до следующего отрывочка. Итак, уже сейчас 10.30. Вот, и только что включился вентилятор. Сработал терморегулятор, но коллектор стал работать. Но, хотя он еще весь вот в таком вот ине. Даже иней как бы и не сошел. Видите? Но он уже работает. Солнце, то есть, проникает. Может быть, мало, но тем не менее. Оно таки проникает. Даже через вот такой вот иней. Ну, оно сейчас будет растаивать дальше. Этот иней сверху поликарбоната. И температура в коллекторе будет расти. Так, на улице у нас сейчас в 10 часов 30 минут минус 17, да? Ну, да. Минус 17. Так, сейчас пойдем посмотрим, что там на градуснике. Так, вот мы возле терморегулятора. И сейчас у нас в коллекторе 25,3 градуса. Ну, он только начал работать. 10 часов 30 минут сейчас. Он еще даже виние. Только что мы видели. Ну, температура теперь будет расти дальше. Так, сейчас посмотрим, что там панельки выдают. Так, панельки у нас сейчас выдают. А, 1200, 300, 100. Ну, это контроллер, короче. Не может поймать эту точку. Мой самодельный. Ну, примерно 1200, 1000. Может быть, даже и больше. Моргает там. Ну, примерно так. Ладненько, позже еще включим. Так, вот уже 12 часов дня. Солнце еще больше повернулось в эту сторону. Но еще оно не очень хорошо. Правильно светит, так сказать. Не очень правильно еще. Вот видите, по тени от вот этого держателя. Сейчас увеличу. Вот так вот оно еще пока что светит. Даже вот кусочек еще затеняется. Соседним домом. Вот. Так оно работает. Иний уже сошел. Полностью весь. Сейчас у нас уже температура немножко поднялась. Думаю, ему 15, да. 14, 15. Мороза. Да, что около 15. Сейчас пойдем посмотрим, сколько там дует температура. Итак, вот мы возле терморегулятора. И он нас сейчас показывает 48,3 градуса. Уже 48,3. Думаю, что может быть даже сегодня будет больше, чем вчера. Хотя мороз сегодня больше. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Еще солнце не оптимально светит на коллектор. Но температура растет, растет. Вот отсюда отдует. Хорошо так теплым. Приятным таким теплым воздухом. Вот этой штукой я, кстати, закрываю вот этот выходной отверстие. Выхлоп с коллектора. Ну, когда он у меня не работает. Вот так я ее надеваю. Ну, сейчас, конечно, у нас летает. Вот. Чтобы не было обратной тяги. Хотя тут как-то непонятно, как-то она дует. Оно бывает, когда не работает вентилятор. Бывает, что сюда идет тяга. А бывает, что наоборот. Сюда ее засасывается. А с всасывающей трубы почему-то выходит. Я еще не понял, от чего это зависит. Или от температуры на улице. Там, смотря какая температура. Или от чего. Ну, как-то меняется тяга, когда не работают вентиляторы. То есть, может и отсюда тянуть холодом. А может и оттуда. Отсюда засасывать. Вот как-то еще непонятно, почему так. Поэтому я надеваю вот эту штуку. Когда не работает коллектор. А когда он включается вентилятор, то он ее просто сбрасывает. И все. И таким образом у меня не остывает помещение ночью. Или когда не работает коллектор. Так, идем смотреть, что там панельки. Так, вот мы возле панелек. Возле контроллера панелек солнечного. И сейчас он у нас выдает. А ну, фокусируйся. 1245 ватт. Ну, это могло бы быть и больше, конечно. Если был бы более правильный югол. Зимний югол. И южное направление. Ну, вот так вот. Как-то так оно работает. Хотя, если я поставлю еще юго-западное поле. Там трекер я уже показывал самодельный. Как я сделал. Уже панельки заказал. Должны скоро приехать. То тогда у меня будет, как я и задумывал изначально. Чтобы с самого утра и до вечера у меня была нормальная мощность. Для моих нужд. Вот это поле, что сейчас у меня работает. Юго-восточное. Оно работает с утра очень хорошо. Уже с 8-9 утра. Уже дает нормальную мощность. Вот. А ну, и примерно до 12-ти, до часу. Потом уже начинает падать. Вот. А вот то поле, что будет у меня на огороде. Там стоит юго-западное направление. Я думаю, оно будет давать хорошую мощность аж до вечера. Потому что оно юго-западное. Аж до захода солнца. Таким образом, у меня на протяжении всего дня. Должна быть нормальная мощность для собственного использования. Но это мы еще будем смотреть. Поставим панельки. Эти поставлю я и буду тоже фиксировать все, как оно будет работать. Вот. Так как я планирую или нет. Будем все смотреть. Ладненько. Позже еще включимся. Так. Вот уже солнце почти, почти перпендикулярно светит на коллектор. Вот по вот этому вот штырю видно, да? Но еще не совсем. Час двадцать сейчас время. И сейчас мы пойдем посмотрим, какая температура. Так. Вот мы возле терморегулятора. И у нас уже шестьдесят градусов. А. Это даже больше, чем вчера было. Но я думаю, что еще подрастет температура. Подождем еще посмотрим, сколько будет дальше. Потому что у меня примерно в часа в два максимально я так наблюдал. Почему сегодня выше, чем вчера температура, я это позже оглашу. Наверное, в конце видео примерно. Вот. Так. И панельки у нас сейчас выдают. Что тут они у нас выдают? О, семьсот восемьдесят ватт. Ну, как я уже говорил, у меня юго-восточное направление. И после обеда уже мощность начинает потихоньку падать. Так. Включимся еще через часик-полтора. Так. День продолжается солнечный. Два часа пятнадцать минут сейчас. Коллектор работает. Солнце практически светит перпендикулярно на коллектор. Так. Температура у нас сейчас повысилась до минус одиннадцать уже. Уже минус одиннадцать. Утром было шестнадцать. Так. Идем смотреть, что он сейчас выдает. Так. Вот мы возле терморегулятора. И сейчас у нас пятьдесят семь и восемь. Ну, уже температура немножко упала. Ну, максимум, что сегодня был, это шестьдесят градусов. Я видел. Вот. Вчера было пятьдесят три. И почему так было? Хотя солнце вроде одинаковое. И даже сегодня еще холодней. Мороз был больше с утра. Вот. Я думаю, это из-за того, что вчера был ветер. А ветер, он довольно-таки сильно охлаждает коллектор. Поликарбонат обдувает. И поэтому там была немного меньше температура. Сегодня нет вообще ветра. И у меня было шестьдесят максимум. Так. Держалось довольно долго. Ну, часа так два. А то и больше шестьдесят держалось. Так. Посмотрим, что там панельки там. Выдаю. Вот. Мы возле панелек. И они у нас сейчас выдают. Вторая строчка. Почти пятьсот ватт. Вот. Это в такое время. Ну, понятное дело, потому что у меня юго-восточное направление. Для зимы это не совсем хорошо. Но, когда, как я уже говорил, будет у меня еще юго-западное поле, то как раз будет и хорошо. Мощность будет распределяться с утра аж самого до вечера. Я думаю, для собственного использования это самый оптимальный вариант. Два поля. Юго-восточное и юго-западное. Тогда. Может быть, для максимальной выработки это и минус будет. Если строго поставить все на юг. Ну, например, если будет зеленый тариф. То было бы, наверное, лучше. Вот. Ну, я так думаю. Хотя, может быть, и не так. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как лучше и эффективнее располагать панели. Зимой, летом. Вот. Ладненько. Всем до следующих видео. Пока. Ага. А вот и не пока. Еще не все. Решил я так и снять последнее видео. Только что вот выключился коллектор. Ну, чтобы было понятно, сколько часов он работал. Вот. Только-только. Солнца уже практически и нет. Я его там не то, что не вижу. Вот так вот. Даже уже вообще его там не видно. Температура у нас опять стала. На ночь падать. Уже, видите, уже опять минус 15. Короче, на ночь будет холодно опять. И работал он, получается, вот сейчас 15, ну, 4 часа. 4 часа, это получается, когда он в 10.30, кажется. Я вначале говорил, когда он уже, забыл уже. По-моему, в 10.30 он запустился и до 4 часов работал. О, вот теперь уже точно все. Всем пока, до следующих видео.